вот есть у вас загорелось на табло вот такой вот значок значит все пора чистить машинку от накипи если читать книжку можно сойти с ума кажется лучше я перейду на растворимый не все нормально чистить совсем не сложно и я тоже для того чтобы начать эту программу в первую очередь все подготовить надо чистящие средства если у вас есть таблетки там какие-то от накипи я вот такими пользуюсь у меня две машинки были уже я чистила такими таблетками вполне нормально вот если нет очень хорошо просто лимонной кислотой на пол-литра воды горкой столовую ложку лимонной кислоты растворяете и вливаете все значит что программу чистки начинаем сначала нажимаем и держим три секунды чтобы прийти в это же меню пришли в это меню теперь переключением вот это вот выбираем вот выбрали вот наш этот значок теперь нажимаем один раз кнопку начинается программа чистки просят залить освободить все делаем сливаем сделаны теперь просят залить сюда заливаем пол-литра воды они просят изготовителя чтобы сначала залить пол-литра воды потом добавить чистящее средство и только потом добавить чистящее средство это совершенно необязательно но мы сделаем так как они вот мы налили туда примерно но не пол-литра воды чуть поменьше и теперь я растворю вот эту таблеточку растворю я в теплой воде подогрею чуть-чуть высвечем водичку и растворю кстати вот эти пакетики очень руками трудно открываются поэтому я взял нож это не подумайте что я такой малахольный вот я растворил это моющее средство растворим моющее средство мне не нравится немножко осадок поэтому я налью вот так все здесь у меня теперь пол-литра ну чуть больше пол-литра тут 50 миллилитров мощи средства все подставляем так кстати я не хочу обрабатывать капучинатор капучинатор у меня мы то я его снял сначала первый этап это обработка системы через промыв капучинатора все значит открываем пошел процесс это первый этап чистки он длится около 10 минут имейте это ввиду вот первый этап закончится по окончании первого этапа вот эту вот ручку нужно повернуть вот мы повернули сейчас будем говорить ли мы начали второй этап сливать будет поддон внутри и наверно сюда нет да из через носик потом сначала внутрь потом через носик где-то две минуты я ждал пока вот вода на прогреется в бойлере и начнется промывка в поддон вот пришло время этап закончился слить воду из поддона теперь машинка просит залить воду снимаем бачок как следует его промываем как следует заливаем сюда чистую воду как мы заливаем для кофе мы залили воду чистую и открываем краник третий этап это вообще промывка включили на промывку пошла промывку ждите дальнейших указаний на табло вот закончилась промывка через капучинатор теперь включать вот он просит закрыть краник закрываем краник пойдет промывка внутрь и через носик значит раствор вот этот кислотный я всегда использую для очистки чайника уже использованы в кофе-машину вот я его чайник прокипятил чайник ну почти очистим закончилась промывка слить поддон сейчас мы сольем поддон когда сливаете поддон после всей этой процедуры чистки промойте его как следует чтобы не образовалась слизи и вообще все время следить за поддоном слизи никогда не будет и контейнер для таблеток использованного кофе тоже надо ополаскивать все процесс закончился загорелись вот можно использовать для приготовления кофе я всегда первую чашечку сливаю что еще после программы чистки я рекомендую промыть заварочник заварочник лучше всегда промывать на отключенной машинке но мы его промоем прямо сейчас вот заварочник промыли и теперь одну чашечку приготовим на самом маленькой концентрации чтобы зря не расходовать кофе и вот такой экономный вот у меня было установлено на три точки заводская у меня было установлено на три точки заводская у меня было установлено на три точки заводская все капучинатор вот у меня была бошь бедвинута семидесятая и вот здесь тоже на джелунже у меня не было капучинатора капучинатор я очищу промываю как следует тогда же когда и от накипи удаляю накипи вот капучинатор разбираете промываете как следует главное чтобы ничего не потерять все когда вы все это промыли вот эту очень аккуратно чтобы сюда ничего не забилось чтобы воздух подавался все надели этот грибочек вот надеваете вот это вот у нас защелкивается потом одеваете вот так вот колечко колечко не держится пока вот это не вставить и надеваете вот это ну это уже можно одеть в любое время тоже промывать у людей некоторых так забивается что люди не понимают почему у них не идет так все мы одели вот после очистки сделаю себе чашечку латы макьято включил на нагрев и заодно проверим правильно ли я собрал капучинатор вот сначала отсюда капли воды а вот потом молоко если хорошо собрал если не засорено вот здесь в грибочке вот это отверстие то пенка будет нормальной величину пенки мы увидим когда нальем сюда кофе то и если это то Да, вполне нормальная величина пеночки. Не забывайте чистить вашу кофемашину. И тогда у вас всегда будет прекрасный кофе. Жесткость у меня была выставлена как заводская на три черточки. На этой жесткости она попросила чистку от накипи через 52 дня. А пьем мы 5-6 чашечек кофе в день. Иногда 7. Если вы заметили, что воду, которую вы заливаете в кофемашину и в чайник, если в чайнике накипь образуется довольно быстро, лучше ставить машинку сразу на четыре черточки. То есть на максимальную защиту от накипи. Пускай она чаще вас будет просить процедуру это делать, но зато вы сбережете машинку. Продолжение следует...